Рад приветствовать вас на своём канале, с вами снова Хакауру, и сегодня мы будем переставлять всю мангу, да, потому что я купил новый стеллаж. Видел то, что прошлый ролик вам понравился, и решил всё-таки дополнить его продолжением. Запомните эти полки такими. Три с половиной полки. И это всё на одного гуля. Чёрт побери, зацените, здесь его реально много. Ну, наконец-таки я закончил, и здесь очень много манги. И здесь, и здесь, и вот здесь тоже, здесь, здесь, везде манга. Сейчас будем тот стеллаж ставить вот сюда, это всё отодвинем, и он туда поместится. Тот я освободил, чтобы сделать полную перестановку. Вот это да, вот это уровень, вот реально уровень. Помещается, кстати, в объектив. И теперь надо это всё заполнить мангой. Ну и естественно, естественно, первым я расставлю токийского гуля, и будет он, ну, практически по серединке, так сказать. И сколько тысяч раз я уже рассказывал про своего гуля, и то, что у меня, в принципе, лучшая коллекция гуля, как минимум в СНГ, уж точно. Начнём тысяч на раз, тысяч на первый раз расскажу. Первая-седьмая книга от Азбуки. Естественно, классика, 14 томов, каждый по два тома. Далее у нас идёт Рана Бэ, Пустота, Дни и чё там, чёрт побери, прошлое, да. Далее у нас идут Рэшки, первая-восьмая книга. И из недавно вышедших это у нас Токийский гуль Рана Бэ, Квест, по Рэшке. Далее у нас идёт здесь вот маленькая книжечка. Чёрт побери, что это я делаю? Где перчатки? Так-то лучше. Продолжаем. Вот такая вот маленькая книжечка, и что же это у нас? Переиздание самой первой главы в стиле Эре. Выглядит это очень красиво. Вроде вы её видели, вроде и нет, но я показывал, в общем. Будет вскоре, кстати, видос, когда вскоре, когда выпущу обычный гуль, обзор на него, и тогда уже и выйдет обзор на всю мою коллекцию. То есть лучшая коллекция гуля, тыры-пыры, тыры-пыры. Рана Бэ Джейл, это у нас по игре. Так, ну она является очень годным дополнением. Токийский гуль Заки, это у нас артбук на японском Заки. И обычный тоже, такой уже от азбуки, он видно. Так, здесь у нас Рана Бэя, да, Рана Бэя, точно. Артбук Заки Рэ. Вот такой вот он здоровый, но наши ещё больше, ну, гляньте. Размеры реально удивляют. Далее идёт переиздание. Это у нас ремикснутые тома, в которых по четыре, по одному, по два, ну, по-разному томов. Разбиты, в общем, на арки. Это очень годно. Запечатанный артбук Заки, как-то захотелось мне что-то его. Рэшка у нас, ещё одно Рана Бэя. Это такое, знаете, среднее дополнение. Анимешный артбук. Я вроде бы его показывал в одном из роликов. Вроде бы. Надеюсь. Мои любимые тома 13, 1, 14. Это именно из обычной части. И далее Рэшка. Мои любимые тома 1, 3, 6, 9, 15 и, естественно, 16. А также блюрейные диски. Первая и третья часть. Вторую скоро докуплю, и четвёртую надо найти. Она такая, самая редкая. Встретите кого-то, у кого коллекция гуля будет круче. Пишите, будет интересно посмотреть. Ну и давайте без монстра издания. Ну, конечно, крутое, но весит под 2 килограмма. И стеллажи просто не выдержали бы. Его надо было ставить вон туда. Недолго думая, я, естественно, расставляю One Piece. И, кстати, я начал коллекционировать его с 98-го тома по 107-й уже, кстати. Он вышел, и я его купил. Здесь у нас также есть допки в виде Дорс. Очень годная тема. Это у нас обложки глав One Piece. И какие-то из них канон суперский. Какие-то полу. Ладно, окей, есть канон, есть и канон. Всё. Дальше у нас идут вопросы. Это у нас квизы. По 500 вопросов в каждой книге. В общем, у нас полторы тысячи вопросов. Естественно, легендарные допы в виде One Piece Pro Ace. Супергодная вещь. Очень годная рисовка. Давайте поглядим немножко. Проработка от Бойч. Ух, Рейли. Как же это сочно. Позже доложу. Так, здесь у нас также есть допка про... А, как же его? Чёрт побери, забыл. Санечка, Санджи. Какой он тут был такой вот, вот взгляните. Ну, мощно. Также здесь есть сборник манги от Оды. Это у нас, так сказать, первые главы до One Piece. Ещё здесь у нас есть Рюмыч, Луфи, ещё какие-то персы. Про Рюмыча очень интересно. Показали, как он сражался с драконом. Старая манга, её больше уже не выпускают. Она жёлтая такая, побитая чуть-чуть. И да. Последняя это у нас One Piece Dragon. В ролике про One Piece я его показал полностью. Очень годный артбук, я его обожаю. А мы с вами идём далее. После One Piece пошла ванила. Ну и немного, естественно, триганчика, семь смертных грехов и чё-то у нас. А, ну и всё. А, ну и ещё здесь есть гигантомахия. Форма голоса, полное собрание. Есть также гайдбук, я его уже показывал. У него очень годная обложка. Вскоре у нас, кстати, Истарь его выпустит. Два Ранабе, именно по, ну, как бы так сказать, фильму. И вот эти два, вроде бы как оригинальные истории, которые вы писали, как доп, либо же полная развернутая история формы голоса. Что-то вроде этого. Также здесь есть манга, съесть твою поджелудочную. Два тома. Форма голоса на этом оканчивается. И идёт ещё одна работа от этого же автора, от Естоки Уймы. Это у нас для тебя бессмертный. Первый томик взял, потому что мой любимый том на данный момент. И, в принципе, дальше я немного почитал, но так сильно не понравилось. Атака Титанов, лучшие моменты в цвете. Выглядит это очень круто, прикольно, молодёжно. И вообще, Атака Титанов финаль, финальный, финального финала вышел, когда уже сегодня, наверное, да, плюс-минус. Финальный финал, финальный финал, но финал. Как-то так. Так, ну и здесь немного ещё ранобэшки. Это у нас, кстати, 5 сантиметров в секунду. Вот так она выглядит. Это на японском. Прикольно, да? А ещё одна из редких штучек, которую я получил и был очень рад. Это у нас типа рекламная брошюрка с первой главой «Семи смертных грехов». Годная вещь. Уменьшенный формат. Выглядит круто. Переходим к следующей полке. Здесь, думаю, всё понятно. Тупо сборная солянка в виде ранобэпру. Блич, также 19-й том Блича. 36-й финальный том по повару-бойцу Сома. И ещё много всяких приколов. Это у нас по Джорджу. Точнее, вот Араки всякие прикольчики. Очень годный 37-й том «Сын Огра». Досмотрел «Бойт собаки». Советую. А, ну ещё есть гайдбук по Лан Панчману. Реальная тема. Слева от Гуля расположилась полочка с разной годной мангой. Давайте смотреть. Здесь у нас «Мальчишки 20-го века». Дрюкс издания. Тут у нас 8-я книжка. Так, 20-й томик. И, естественно, на базе. Легендарный 20-й том. Одна из лучших обложек. Да и, в принципе, лучшая обложка в «Мальчишках». Далее у нас здесь идёт Дорухи Дорух. 16-й томик. «Монстр». Первая книга на российском. От Excel Media на российском, на русском. А также «Монстр» от оригинального японского издания. Девятая книга. «Оверлорд», «Ранабе Элден Ринг», «Повесть о конце света». А также есть «Вагабондыч» первый, 25-й, 26-й, 27-й тома. Как по мне, лучшие тома по «Вагабонду». Именно потому, что я видел. А также «Манга», о которой мало кто знает. Это, в принципе, может, и никто и не знает. Это у нас «Асурас Вреф». Первые два тома. Да и, в принципе, два тома выходило. А мы с вами идём далее. Недолго думая, заполняю свою полку человеком-бензопилой, а также огненным ударом. Плюс ещё две плюшечки. Долго на этом не задерживаемся и идём далее. Рядом с этой сборной солянкой ставлю «Магическую битву» с нулевой по восьмой книге. Очень жду девятую книжку. Ещё здесь сбоку хочу оставить место для гига-джампов. Ну и для остальных джампов, в принципе, и журнальчиков. Слева от пилы расположился «Берсерк», а также «Призрак в доспехах» и «Бладборн». Мне всегда нравился вид данной полки. Я всегда его оставляю так, не изменяя. Слева от «Берса» расставляю крутого учителя Ниндзуку, Шаман Кинга, а также «Ван Панчмен». Почти полное издание. Вскоре выходит 14-я книга. И вот как раз место для неё. Слева от «Ван Панчмена» расположились ещё отечественные книги. «Кеннити», «Человек-череп», «Цугу Момо», а также «Стэнл Кимик», «Делюкс» и обычное эксмошевское издание. «Ван Панчмен» — третья книга, «Подарок», а также «Самоцветы». Это у нас, ну, интересная книжка. Справа от «Человека-бензопилы» расположился Наруто. И знаете, до 27-го тома я обожаю это произведение. Но после Шепуден всё разрушил. Именно поэтому я уже не собираю после 10-й книги. Справа от Наруто ставлю сразу же полочку с «Истари», а также ретейком. Выглядит это всё очень гармонично, как по мне. От «Истари» здесь сборная «Солянка» и «Резервы», «Песень куклы», «Блю Лук» и различные «Ранабэ». Чего у меня поменьше, чем «Токийского гуля», так это «Блича». Да, его много, но поменьше. Всего лишь 2,5 полки. Немного манги и очень много различных допов. И гайдбуки, и артбук есть. И также различные дополнительные книжки. И «Ранабэшки». Сливать сборной «Солянки» хочу поставить сразу «Магическую битву» — «Японское издание». Конечно, не полное издание, но выглядит годно. На соседние полки... Ну как на соседние, ладно. На соседние полки, в общем, ставлю сразу же «Билли Бета», полное издание. Двадцать тому, как родные, просто помещаются идеально. Кстати, очень годно выглядит на полке. Разные цвета переливаются, и прикольно. Справа думал поставить ещё «Дорохидор». Думал-думал, куда поставить «Дорохидору» и решил поставить его вниз. Потому что оно, ну, достаточно-таки тяжёлое. Каждый весит по 300-400 грамм. И взгляните, как это гармонично выглядит. Здесь у нас «Дорохидору», которые так переливаются, разные цвета. А также «Билли Бетт». Мне нравится. Далее я решил расставить Джоджо. И, как обычно, 24-й том не поместился. Не знаю, почему раньше помещался, но, наверное, из-за того, что книжки, так сказать, немного набухли из-за влажности и стали шире. Всё пока что выглядит следующим образом. Годно. Далее здесь у нас расположилась «Повесть о конце света» — 17 томов. Оставшиеся тома лежат вон там. Вот они. К слову, взял ещё и журнал. Там изображён Будда. Прикреплю вот здесь вот изображение. Очень годный. Вскоре на него также будет обзор. И на «Повесть» тоже. Без вас расставил пару полок. Здесь у нас будет стоять «Хельсинг». Точнее, уже стоит. И сборная солянка. «Чоу Джин Икс». Распятие шести. Самоцветы и поднятие уровня. В одиночку 13-й том. Переходим немного львее. Здесь у нас почти полное собрание «Звёздного дитя». Первого тома нет. Скорее будет. Также «Гринблат» 1-й тире 5-й тома. И «Бочи Зрог» 1-й тире 5-й тома. Точнее, если быть, одинокий рокер. Небольшой спойлер. Я купил ещё полное издание от «Сковора». И вот оно здесь будет стоять. А там с артбуками. А также сборниками от «Атуски Фудзимота». Точнее, сборниками, а работами. Здесь у нас и «Прощай Эри» и «Оглянись». Ну, а мы с вами идём далее. Надо ещё заполнить много незаполненных полочек. Далее я решил расставить сборную солянку. Думаю, вы видите всё сами. Здесь у нас и «Джоджо», и «Хантер» гайдбук, и «Баскетбол Кроко» гайдбуки. Работы от «Татуски Фудзимоту». О, здесь у нас «Катрел Плюс Т». Это у нас артбук от «Инио Асана», автора «Пун Пуна». Далее здесь у нас гайдбук «Волан Панчман». Ну, ещё один. «Наруто», «Баруто», «Солитер», «Алхимик», «Берсерк», «Вагабонд», «Кабояши». Ну и так далее. Далее у нас идёт ещё одна сборная солянка. Здесь у нас «Атака Титанов», «Допадение Остенский», «Тальцы», «Резеро», «Шаман Кинг», «Хантер Хантер», «Торико», «Синий Экзоцист», «Фейт» даже есть и остального «Химик». Левее от сборной солянки ещё сборная солянка. Здесь у нас «Гамонку», «Реальность», «Ганс», «Скалолаз», «Безумный Азарт», «Кинган Асура». А дальше идёт «Монстр» и немного разной манги. Ну и наконец я практически закончил. Стал забить вон ту одну полочку, а эти я оставил для будущей манги. Так, и здесь я поставил немного российской манги. Что же здесь у нас? «Железный миротворец», «Первый-десятые тома». Очень жаль, что приостановили серию. «Девушка у моря» от авторов «Пун-Пуна» и «Аниосана», а также «Невеста речного бога». «Первый-десятые тома» от «Истари». Недалеко от этой же полочки. Без английской полочки не обошлось. Здесь у нас «Призон Скул», «Бакимоногатари», «Апассимизм», «Шаман Кинг», «Пять невест» и «Майгерюзская академия». Далее одну из полок, я, точнее даже две, собираюсь забить джампами. Пока что здесь только один по «Кагура Бачи». Здесь у меня будет стоять «Гига Джамп», «Уиклиль Джамп» и остальные, в принципе, журналы, которые я заказал. Ну а пока что на этом все. Остальное уже выпущу в шортах. Тут у нас осталось всего шесть полочек. Думаю, понравился данный ролик. Спасибо вам за просмотр. Пишите ваши комментарии, как вам мои полки. А еще не забывайте то, что у меня есть мой телеграм-канал, где я держусь новостями, а также мой паблик в ВК, где новости из мира манги. Подписались, лайк поставили, коммент оставили и до новых встреч.